эй ленинград петербург петроградича мы в городе на неве друзья и прямо сейчас мы отправляемся на новую арену где соперников принимает мини-футбольный клуб кристалл давайте побежим уже внутрь и заодно погреемся в этом выпуске мы попробуем чуть больше узнать о работе одного из лучших клубов пари суперлиги в плане меди и взаимодействия с болельщиками поэтому минуя различные предматчевые активности военного арены сразу же отправляемся в полную творческого беспорядка мини редакцию на пороге которой меня встречает роман жданович отвечающий за всю информационную составляющую кристалла вот наше царство тут обычно различные планы написаны в общем тут происходит некое планирование тут стол нашего фотографа пресс-аташе видеооператора там мой и ангелина начальник нашей команды тут на самом деле очень много различных артефактов которые возможно немножко небрежно лежат тут пожалуйста могут рядом лежать абсолютно вы там кубки это чемпионат россии среди женских команд этот кубок россии среди женских команд там дальше есть даже пляжный кубок женский мяч подписывали да россия сербия все игроки сборной россии подписали вот такой артефакт если кто-то помнит промо к матчу с торпеда где был волков и полей в роли детективов так что дальше казалось бы зачем здесь терка а это для осталось промо норильский нинкель когда мы снимали год назад вот тоже зачем мы а сами непонятно помимо создания информационного и развлекательного контента есть у медиакоманда кристаллы еще одно крайне важное направление социальная деятельность это по-моему социальный приют маша выставлялся у нас на позапрошлом каждый домашний матч а девочки которые живут в этом социальном приюте приезжали к нам рисовали картины и вот одну из картин для себе приобрел зеленый сад гряновна ариадна 10 лет в начале этого сезона когда поняли что нам нужно начинать социальную социальную деятельность первый месяц ничего не делали присматривались к остальным кто что делает поняли что нету ни у кого комплексного подхода пока никто из клубов не разобрался как работать в этой теме и проведя несколько мозговых штурмов пришли к выводу что если мы вписываемся в социалку который очень сложно соревноваться то что это соревнования по доброте по сути то надо подходить к этому комплексу поэтому родился проект не только спорт мы честно говоря им сильно все гордимся вот даже есть фотография которая олицетворяет у нас на каждом на форме каждого футболиста нанесен разный фонд всего их 9 по количеству участие кристалла чемпионате россии и каждый месяц мы поддерживаем один из фондов 10 процентов от продажи билетов мы перечисляем один процент от зарплаты футболистов тренерского штаба медиа дело тоже отправляется фонд и плюс делаем различные спецпроекты как финансовые так и информационные для этого и задумывался этот проект то есть не просто там кому-то где-то разово помочь разово собрать что-то нуждающимся чтобы это был комплекс и когда ты и снимаешь фильм информационную поддержку приглашаешь на матч дэй они здесь имеют свою зону и знакомых людей со своей деятельностью финансово помогаешь то есть я считаю здесь мы по-настоящему от работы сотрудники медиа отдела кристаллы ежедневно проделывают огромную работу придумывают пишут снимают монтируют договариваются и организуют зачастую их роли и функции весьма размыты и очень разнообразны здесь каждый по-своему универсален и готов попробовать что-то новое не в ущерб качеству само собой у нас нету наверное ни одного человека который такой я только я только снимаю да у нас ну просто все делают все не потому что у нас какой-то хаос хотя он тоже присутствует потому что каждый хочет поучаствовать в процессе до жизни команды поэтому никто не даже сегодня у нас мать закончится я вас уверяю что раньше там 12 часа ночи отсюда никто не выйдет точно потому что будет там обрабатывать какие-то материалы и буду доделать точно желаем они просто чтобы отбыть свой номер и сразу скорее на самом деле огромное сказать спасибо нашей миде команде которая реально работает с утра до вечера это же не только оперативная работа во время игры то есть это же подводим да там мы наша задача сделать шоу да то есть мы делаем шоу до матча да то есть наша задача подогреть уже болельщиков чтобы они пришли с хорошими эмоциями понимали что здесь помимо футбола еще это много всяких анимаций то есть целый скажем так семейный праздник и даже не семейный праздник просто праздник для сердца вот и это у нас получается очень много людей с детьми очень много семейных и от этого самом деле и глаз радуется и сердце приятно и все это в любом случае происходит с поддержкой нас мы пытаемся это все организовывать предлагаем идею естественно нам для этого иногда нужно и на какая-то помощь финансовую или еще какая-то и честно говоря не припомню ни разу чтобы там тот же спортивный директор сказал что не эта фигня это делать не будем всем доверяют нам и даже иногда очень странные мысли он говорит окей давай попробуем на самом деле это очень сильно помогает и заряжает на работу когда ты понимаешь что у тебя есть поддержка не только среди там нашего коллектива медиа-отдела когда страны руководства подача болельщика такая же то есть такого гнете и вот они получают какое-то качественное качественное мероприятие в плане там подготовки в плане матч-дэя да то есть и тем же отдают в принципе обратно программки представлены написаны все кричалки болельщиков все расписано в каком тайме когда кричим это работает реально на самом деле это начинает потихонечку работать мы это внедрили только со второй половины сезона хотя казалось бы это вообще на поверхность вот но работать это начало наверное вот наверное месяца три назад есть наверное вообще в целом трибуны проснулись совсем недавно и стало совершенно иначе на трибуны приходится немножко подогревать болельщика да там помогать там ведущему за что у нас но мне не очень понятно что наш постоянно там казнят да что типа нельзя 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 там вот там там ведущему нельзя помогать там ну это же было круто вот они что такое сердце с нами сделал там ну там сказал там давайте поддержим там ребята включились там я набор считаю что в каждом в каждой команде там в каждом городе это было закреп разогрев должен быть сто процентов на загреб должно быть он на самом деле это помогает не только домашний команде это и помогает сопернику я сам играл и и когда народ болеет там у нас мини-футбол да и не футбол как на сегодняшний день такое боление она правильно и тут нет потом какого-то угнетения какого-то ну там травление да то есть когда шумно болеют ам и соперники и домашняя команда, она, конечно, заводится, показывает совсем другой яркий футбол. Всегда только очень положительные эмоции, очень приятно, что столько людей подходит, фотографируется, просит автограф. Это очень заряжает даже на игры и на играх показывает результат, потому что столько людей за тебя болеет. Очень приятно. Несмотря на спортивный результат, конечно, нам пока сложно соперничать с другими командами, но именно в информационном плане, в поддержке, появилась такая прямо фанатская группа поддержки «Кристалла». Я вижу болельщиков. Болельщики покупают шарфики, покупают какую-то другую атрибутику. Я понимаю, что люди болеют, что уже словно «Кристалл», это вот именно тут. Ходят с семьями, мы сейчас с тобой тоже выходили, пробегают просто трое детей, мама у нас, отец. И чувствуют себя здесь в полной безопасности. Да, это самое главное. И вот это приятно. Что ж, друзья, короткая версия нашей поездки в гости к «Кристаллу» подошла к концу, но в расширенном выпуске мы постарались собрать для вас еще больше интересных моментов, связанных с клубом из Санкт-Петербурга. Следите за информацией в соцсетях Пари Суперлиги и будьте в спорте.